да ребят это менты скорее всего так друзья сейчас посмотрим подвал пятиэтажного дома в городе припять смотрите как интересно квартира номер 0 интересно что там и мне так это у нас не что иное как убежище здесь видно дизель генераторы стояли естественно которые уже сняты ванна с дождевой водой скорее всего посмотрите что я нашел улице припяти таблички с улицами припять почему-то снесены они сюда либо это новые его просто кому-то дали так указание снести их сюда здесь ванна с песком стеллажи здесь смотрите сколько противогазов противогазов новых абсолютно вот фильтр сменные которых там хватает на 20 минут на полчаса я точно не знаю вот его сами противогазы вот этой штучка ну можно протирать глазок противогаза от запотевания здесь огнетушитель здесь видно всякие плакаты были гражданской обороны а вот еще остался правильно заполняй штамп об испытании первая медицинская помощь при травмах ну и множество множество противогазов довольно таки интересная находка по припяти ну естественно адрес этого места я не буду называть видео это помещение обычного пятиэтажного дома по улице курчатова сразу приходим и видим переключатель света вот здесь была лампочка освещающий подвал ну хочется отметить что подвал вполне приличный смотрите дорогие друзья в подвале лежит самая настоящая рама от велосипеда вот здесь даже стоит сохранился аккумулятор вот автомобиль и здесь на стене мы видим надпись не сорить подвал такой что в нем можно ходить в полный рост и здесь мы видим такие деревянные пристройки скорее всего здесь на таких специальных стеллажах при печании хранили различную консервацию картошку различные овощи скорее всего это просто предположение здесь мы переходим уже такую техническую часть здесь расположены трубы водоснабжения и отопления вот они здесь мы видим вот те самые стеллажи о которых я упоминал на которых и хранились в принципе по такому же самому принципу люди сейчас в селах на дачах хранят в подвалах овощи фрукты соленья различные клашеные продукты ну здесь мы видим мешки какие-то скорее всего с цементом довольно просторный подвал в этом подвале даже лежит чей-то умывальник множество газет и журналов советских но журнал правда подведение итогов стажировки молодых специалистов ну смотрите как журнал крокодил называется с интересными карикатурами июль 83 года июльский пленум ЦК КПСС крокодильский пост дорогой крокодил спустя некоторое время после нашего бракосочетания мы пошли в Буйский комбинат бытового обслуживания получить фотоснимки на которых были запечатлены самый счастливый момент в нашей жизни ну имеется ввиду про свадьбу ну такие интересности можно найти сейчас в подвалах города Припять дорогие друзья сейчас я нахожусь по адресу улица Курчатова 9 города Припять и хочу показать вам квартиру одного из героев Чернобыля Тишуры Владимира этот человек был старшим пожарным специализированный военизированный пожарной части номер 6 города Припять заходим в подъезд вот видим фамилии тех кто жил в квартирах вот 56 квартира Тишура Владимир вот он 56 значок перевернут вот его квартира Владимира Ивановича Тишуры героя Чернобыльской ликвидации царствие небесное Тишуре Владимиру Ивановичу и спасибо за тот подвиг который он со своими коллегами совершил спасибо за мирное небо над головой и за то что не дали этой катастрофе стать еще намного масштабнее если бы не смогли потушить тогда этот серьезный пожар смертельный пожар к сожалению 10 мая 1986 года Тишуры Владимира не стало этот человек этот герой пожарный получил просто несовместимое с жизнью облучение радиационное облучение это комната Владимира Ивановича возможно родственники либо дети я просто не в курсе смотрит это видео хочу передать особенную благодарность особую благодарность Тишуре Владимиру за тот подвиг который он совершил он и остальные пожарные он посмотрит он они и он он Дорогие друзья, дорогие подписчики мои, те, кто смотрит это видео, давайте почтим память всех тех, кто спас мир от ядерной катастрофы, от еще более серьезной, которая могла произойти, если бы этот пожар вовремя не затушили, мог бы произойти намного более масштабный взрыв, который бы снес с лица земли половину Европы. Так что почтим память всех героев, пожарных, ликвидаторов, которые боролись с этой страшной катастрофой. Хочу сказать спасибо каждому ликвидатору, который прошел Чернобыль. Вот такой вот с крыши вид сейчас девятиэтажки. Это у нас первая школа, которая частично обрушена. Вот мы видим место обрушения. Припять сейчас полностью покрыта туманом, что нам, сталкерам, как раз на руку, потому что видимость гораздо хуже. Впрочем, мы видели машину полиции, которая приехала в центр, постояла пять минут и уехала, потому что, видно, поняли, что они сейчас мало кого смогут поймать. Вот так вот видно припятские девятиэтажки. Думаю, ходят туристы. Думаю, ходят туристы. Что ж, посмотрим. Поднимаемся сразу на второй этаж. Почтовые ящики сохранились. здесь мы видим тоже полную разруху полную полную разруху так выглядит комната тоже поросшая мхом это кухня перевернутая плита вырванная раковина никакой мебели дом на грани обвала к сожалению к сожалению время не щадит бедного беззащитного город припять сожалению самое печальное то что властям все равно никто не собирается выделять деньги на поддержание хоть какого-нибудь нормального состояния хотя бы одного дома в городе припять смотрите друзья интересное уникальнейшая артефакт ванная на дереве где вы еще такое увидите это мародеры сбрасывали прямо из окон вот видите открытые окна прямо из окон сбрасывали вот эти ванны и вниз для того чтобы вывозить и продавать как металл скорее всего ну и одна ванная так не долетела ну а мы двигаемся уже в сторону дома